В Ненецком округе количество доверчивых граждан, которые стали жертвами мошенников, растет. При этом злоумышленники используют не только новые способы обмана, но и давно известные схемы. Чтобы обезопасить жителей округа от действий дистанционных аферистов, сотрудники окружной полиции осуществляют обход жилого сектора и раздают гражданам информационные буклеты и памятки с рекомендациями, как уберечь себя от аферистов. О самых популярных мошеннических сетях, в которые реально попались жители нашего округа, расскажем прямо сейчас. Одна из самых старых и известных схем мошенничества – ваш родственник попал в ДТП. На телефон пострадавшему звонит аферист и, представивший сотрудникам правоохранительных органов, сообщает о том, что его родственник задержан за совершение ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Чтобы виновник аварии избежал уголовного наказания, мошенник предлагает собеседнику заплатить определенную сумму денег. При этом своей жертве аферисты не дают времени подумать, чтобы та не соскочила с крючка. Чаще всего жертвами такого способа обмана становятся люди старшего поколения. В последующем этот якобы сотрудник правоохранительных органов передает трубку второму своему злоумышленнику. Тот, искажая свой голос, разговаривает через тряпку, либо просто изменяя голос сам по себе, сообщает мама, папа, это я, пожалуйста, помоги. Человек сам начинает выдавать информацию, сынок, сынок, говорит имя, допустим. Злоумышленник, пользуясь этим, говорит, да, 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 это я, 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 конечно, пожалуйста, переведи деньги, я не хочу сидеть в тюрьме. Ну и начинает, в общем, давить на жалость. При этом, не давая подумать человеку, пытается постоянно говорить, говорить. Дальше трубку забирает опять якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает, что вот, каким образом вы сможете перевести эти деньги. Ну, у кого-то, допустим, есть наличные денежства, хранятся дома или еще где-то. У кого-то на банковской карте или на счете каком-то, в зависимости от ситуации. Если, допустим, на банковской карте, то они просят подойти к какому-то банкомату, либо к операционисту, и при этом разговаривают по телефону, то есть не отпускают они вас, сообщают, поясняют, что нужно делать при банкомате. Сообщают, значит, счета, на которые нужно перевести, это может быть либо номер телефона, либо банковская карта, либо тоже какой-то счет. В данном случае, мало того, что вы можете стать жертвой мошенников, переведя денежные средства, но, с другой стороны, зная о том, что вы переводите денежные средства в должностному лицу за заведомо совершенные незаконные действия, вы также можете быть поближе к уголовной ответственности за дачу взятки, так как дача взятки у нас тоже уголовно наказуемая. Свыше 800 тысяч рублей перевел мошенником 53-летний житель окружной столицы. На телефон мужчине позвонил неизвестный и представивший сотрудником Следственного комитета Москвы сообщил, что в отношении сотрудников фирмы, в которой он через интернет несколько лет назад приобрел биологически активные добавки, возбуждено уголовное дело. БАДы оказались опасными для здоровья, а потому мужчине полагается компенсация, так сказать, за материальный ущерб и бесплатный адвокат. Но для этого необходимо оплатить госпошлину в размере 4300 рублей. Настоящий следователь Следственного комитета никогда не позвонит и не попросит вас перевезти ему денежные средства, так как для вызова существуют у нас официальные повестки. Потом с пострадавшим связался бесплатный адвокат и сообщил, что по суду мужчина может выиграть ни много, ни мало 30 миллионов рублей. Но для этого надо оплатить еще одну госпошлину в размере 150 тысяч рублей. Еще 186 тысяч рублей мужчина перевел для оформления медицинских справок и заключений и 500 тысяч рублей для судьи, который якобы пообещал ускорить процесс и принять решение в пользу пострадавшего. Через пару дней на телефон жителю Наринмара снова позвонили мошенники и сообщили, что суд он выиграл и заветные 30 миллионов рублей вот-вот поступят на его счет. Впрочем, необходимо заплатить комиссию банку в размере 1 миллиона рублей. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию. Еще одна схема обмана доверчивых граждан – сообщения или звонки якобы от сотрудников банка, чаще всего службы безопасности. На телефон приходят сообщения о том, что ваша карта заблокирована, либо мобильный банк, либо Сбербанк онлайн заблокирован. И в связи с этим нужно перезвонить на номер телефона, который присылают мошенники. Человек перезвонит на этот номер телефона, там представляются якобы сотрудники службы безопасности Сбербанка, либо иного банка, смотря как банк. В общем, дальше в ходе беседы этот мошенник сообщает, что вот так, 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 к вашей карте подключились мошенники, необходимо произвести некоторые операции, чтобы заблокировать вашу карту, либо восстановить все эти приложения. После чего приходят на телефон пароли, человек сообщает эти пароли злоумышленникам, злоумышленники, используя эти пароли, подключают к карте Сбербанк онлайн. И в последующем уже, используя доступ к Сбербанку онлайну, переводят все денежные средства, которые есть вообще на всех счетах, либо на картах. В погоне за чужими деньгами аферисты широко используют интернет. Создают сайты-однодневки, интернет-магазины-дублеры и группы в социальных сетях, предлагая товары по очень выгодным ценам. На одно из таких предложений клюнул студент одного из учебных заведений Наринмара. Молодой человек заказал в интернете кроссовки за 3000 рублей, а в итоге получил бутылки с водой. Ну и ждал этой посылки, она пришла на почту, пришел, получил и заполучил. Усомнился из-за того, что коробка оказалась слишком тяжелой, я не думал, что кроссовки так много могут весить. В итоге распечатываю там на месте и вместо кроссовок там лежали две бутылки с водой. Больше продавцы на связь со мной не выходили, и тогда я уже понял, что, к сожалению, стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Житель Наринмара заказал в интернет-магазине аналог дорогого телефона. Продавец обещал отправить товар наложенным платежом по почте, но вместо телефона покупатель получил пустую коробку. Мне дали банк наложенного платежа, оплатил, произвел платеж и мне выдали посылку. Взял посылку, сходил, ну, пошел до машины, пока сидел в машине, распечатал посылку. Внутри обнаружил два листа А4 и коробку. В коробке был наполнитель из нарезанного картона. Я не понял, что произошло. Понял, что обманули и пошел на почту России разбираться. Подошел, оператор сказал мне, что наложенным платежом уже платеж не вернуть. Оказалось бы, надежный способ оплаты своего заказа. Наложенным платежом при получении. Никакой тебе предоплаты. Но и здесь никто не гарантирует, что вы не получите кота в мешке. Имеют право вскрыть посылку до оплаты наложенного платежа, если посылка идет с описью и если она дефектная. Ну, это повреждение и разница в весе. Тогда они имеют право. При этом составляется акт с оператором связи и перечень все, что там было и чего отсутствует. Если посылка пришла в исправной оболочке, вес соответствует, тогда он оплачивает и потом по желанию составляют акт на вскрытие. И тогда он уже с этим актом идет в полицию, если что-то его не устраивает, для дальнейшего разбирательства. В интернете мы приобретаем не только товары, но и услуги. Так, жительница Наринмара на одном из сайтов купила путевку в Крым за 18 тысяч рублей. Но после того, как деньги были переведены, сайт отеля вдруг неожиданно исчез. Стала именно искать другими путями, ну то есть, чтобы выйти на этот сайт с которого. И случайно увидела, кто-то пишет, что его так же люди обманули, что вот этот сайт – это мошенники. Вот еще один случай из реальной жизни. Жительница Наринмара, оформив заявку на получение кредита в интернете, не только не получила обещанных денег, но и заплатила собственные 9 тысяч рублей. Как уверяли лжесотрудники банка, эти средства были необходимы для перевода заявительницы предоставляемого кредита и на его страховку. Я посмотрела на отзывы, да, отзывы были, там то, что мы пользуемся, нам уже и кредитные карты оформляли. И почему только я, я не знаю, почему у меня сомнений не возникло, потому что у них сайт называется «Одобрим кредит точку.рум». А они представились работниками Тачбанка. Я почему и думал, что Тачбанк, что это, ну, как-то уже вроде бы известный банк, да, по России, тут у нас их нет, что можно доверять и доверилось. Сотрудники окружной полиции призывают жителей округа не вступать в диалог с незнакомыми и малознакомыми лицами по телефону, не сообщать никому данные паспорта, номера карты и пин-коды. Проверяйте всю поступающую к вам по телефону информацию, не спешите отдавать аферистам свои сбережения. И обязательно расскажите о существующих схемах мошенничества родственникам пожилого возраста и родителям, чтобы обезопасить их от нежелательных последствий. Субтитры создавал DimaTorzok